Здравствуйте, друзья, с вами Спектр, и сегодня у нас снова новый ролик, посвященный Call of Duty Black Ops 6. На этот раз, конечно же, камень преткновения всего и сразу. Зомби-режим, который я немного обошел стороной, но тем не менее, если бы я его зацепил еще в предыдущем детальном разборе ролика, посмотрите его в подсказке вверху справа на экране, то такое огромное количество информации выдержал бы не каждый. Итак, наконец-то появилось огромное количество информации касательно зомби-режима. Во-первых, стоит отметить то, что часть информации была показана еще в небезызвестном видеоролике под названием Black Ops 6 Direct, который в конце имел таки небольшую информацию касательно зомби-режима. Также, в течение небольшого количества времени, в зарубежном ютюбе отобрали нескольких ребят, которые могли воочию поиграть в зомби-режим и поделиться новостями, которые, соответственно, поддаются разглашению. Сегодня я хочу поблагодарить двух ютюберов, это мистер Оффл Ваффлс, который собрал огромное количество информации касательно этого, и, конечно же, мистер Далек Джей Ди, который принял участие в тесте зомби-режима. Ну и, в принципе, давайте сегодня начнем потихоньку разбираться с зомби-режимом новой БО-6. Подписывайтесь на канал, если вы тут впервые, спасибо всем, кто оценивает видеоролики лайками, надеюсь, информации собрал действительно много, и самое главное, надеюсь, что она не пополнится, как это чаще всего бывает буквально перед дропом ролика. Давайте приступать. Итак, для начала немножко базовой информации. Если вы не знали, то в новой Call of Duty Black Ops 6 вернутся раунд-бейс-зомби. В общем, примерно то же самое, что было в последней части Cold War, которую я буду часто приводить в пример, как, так скажем, альтернативу пока что зомби-режиму Black Ops 6. И самое главное, у нас, наконец, появилось два названия для зомби-карт. Это у нас карта Terminos, и это карта Liberty Falls, о которой рассказали еще в небезызвестном видеоролике Black Ops 6 Direct. Ссылочку на полный ролик я также оставлю в описании, если захотите, можете послушать. Помимо всего прочего, сами разработчики в этом видеоролике прямо сказали об одной детали. Это возвращение истер-эгов примерно таких же, которые были в Call of Duty Black Ops Cold War. Что это значит? Это значит, что каждая карта на релизе, то есть две сразу, будет обладать огромной пасхалкой, завершив которую можно будет пройти целиком и полностью эту мапу, при том свалить, используя ту же самую систему из Cold War с эвакуацией. Но самое главное то, что эти истер-эги можно будет также проходить и в соло-режиме, что было доступно в Call of Duty Cold War. Это ли не прекрасная новость для тех людей, которые не любят собирать пати, особенно из рандомов, для того, чтобы просто закрыть очередную ачивку или же пройти карту. Ведь все мы, друзья, прекрасно понимаем, что лучше закрывать гештальты по-другому, а именно, заранее подумать о покупке новой Call of Duty Black Ops 6, да еще и подешевле. А в покупке новой Call of Duty Black Ops 6 вам поможет интернет-магазин Skippy Games. Актуальные и довольно дешевые цены на все новинки игровой индустрии, включая любимую серию Call of Duty. Прямо сейчас можно без проблем купить Battle.net-версию новой Call of Duty Black Ops 6, тем более она в разы дешевле, чем стоит в основном магазине. И если у вас нет Battle.net-аккаунта, это также можно сделать благодаря данному магазину, ведь время пока есть до выхода бета-теста. Учитывая приближение релиза, с каждым днем цена будет только возрастать, поэтому успейте приобрести игру прямо сейчас. Для заядлых геймеров в магазине также можно покупать и батлпоинты, если горите скинами, комплектами, ну или в целом любите прокачивать боевой пропуск. А самое главное, в регулярно обновляемой новостной ленте можно всегда следить за новинками и даже дополнениями, которые выходят к серии Call of Duty. Пользуйтесь качественным и проверенным интернет-магазином Skippy Games по ссылочке в описании. Жду вас в бета-тесте новый Black Ops 6. Далее поговорим немного о тизере зомби-режима, который был показан в небезызвестном видеоролике Black Ops 6 Direct. Здесь мы можем увидеть на превьюхе четырех персонажей. Благодаря ютуберам, которые уже побывали на презентации, мы можем знать их имена. Итак, отряд будет состоять из Майи некой, Григория Уивера, который возвращается, если кто помнит из первого Black Ops, но по сути он фигурировал в Cold War, так что ладно. А дальше у нас будет женщина Грей и персонаж Карвер. Это четыре персонажа, которые будут присутствовать как минимум на одной из двух зомби-карт, которую нам пообещали разработчики. Сюжет эфира будет продолжать сюжет зомби-режима Call of Duty Black Ops Cold War. То есть, если вы помните финальную кат-сцену, которой закончилась четвертая карта, а я таки напоминаю, что при прохождении четвертой карты вы можете увидеть последнюю кат-сцену, в которой появляется сам Эдвард Ригдгоффен, что в принципе подтверждает его появление в зомби-режиме Black Ops 6. Но это опять же немного лорный момент, поэтому если вы за ним следили еще со времен Cold War, приготовьтесь к тому, что Ригдгоффен возвращается. Если вы фанат более старых зомби-режимов, то в очередной раз, да, этот персонаж снова будет с нами. Но, помимо того, что нам будут доступны эти четыре персонажа, которых я обозначил выше, ребята рассказали о том, что в принципе выбор специалиста не будет иметь особой роли. То есть мы можем выбрать абсолютно любого из мультиплеера, предложенного разработчиками. Ну то есть смотрите, небольшой пример. Когда я проходил карту Аванпост Z еще в Cold War, я как раз таки играл за персонажа Адлера, где все его реплики были идеально приплетены в сюжет игры. И также он мог иногда кидать как рандомные фразы, так и непосредственно общаться с персонажами. Эта же система будет использоваться в Black Ops 6. То есть будете выиграть за Вуца, за Адлера, я не знаю, кого они там ведут. Может быть, Гоуста, учитывая, что вселенные ребутов МВ и Black Ops современных это одна и та же вселенная. Да, это будет вполне реально. Я бы не хотел вдаваться в сильные подробности по поводу персонажей Ригдгоффена, поскольку, скажу вам честно, проходил только первые две DLC зомби-карты в Cold War, поэтому к лору всегда можно обратиться на YouTube. Но что стоит точно упомянуть, так это одна из карт под названием Терминос. Это как раз таки и будет первый остров, который был показан в тизере Black Ops 6. В принципе, она представляет собой один огромный остров, где мы начинаем примерно по центру, а далее можем, как в старом добром зомби-режиме, открывать двери и отправляться в совершенно любую сторону для исследования. В конце концов, круг замкнется, и таким образом мы можем выполнять истер-рек, когда откроем всю карту. Ну и далее, да, не придется открывать лишние двери для того, чтобы получать нужные нам инструментарии, приборы или взаимодействовать с какими-то конкретными предметами. Поговорим чуть больше касательно этой первой карты. Как поделились ребята, которым дали ранний доступ к этому зомби-режиму, Терминос имеет название BlackSide 13. Мне пока это, конечно, ни о чем не говорит. Также на карте будет присутствовать огромная пушка, которую ребята называют именно что ловушкой против зомбей. Но есть еще одна особенность. По поводу ловушки им сообщили разработчики, опять же, со слов ютуберов. Но, возможно, второй пункт для этого огромного орудия является то, что им можно будет пользоваться для уничтожения босса. Учитывая, как у нас с вами происходили главные истер-реки в зомби-режиме Call of Duty Cold War, мы можем без проблем вспомнить то, что один из главных эталонов любой зомби-карты, естественно, это убийство главного босса. Орда, защита Орлова в первой карте, ну и два остальных случая, которые были в Мауэрдер Тоттен и в последней зомби-карте. Если мы поговорим по поводу второй карты Liberty Falls, то по ней уже будет гораздо меньше информации, поскольку разработчики разрешили разглагольствоваться только насчет первой. Но, тем не менее, карта Liberty Falls будет находиться в Западной Вирджинии. Она будет использовать сетапы с мультиплеерных карт Call of Duty Black Ops 6. В ней будет присутствовать по большей части сеттинг Cold War, и самое главное, у нее будет присутствовать огромное количество референсов, как в случае с миссией с Вусом из оригинальной кампании Cold War. Если помните, в сюжетке была специальная миссия, где использовался конкретный тренировочный полигон, который, если я правильно помню, впоследствии использовался для четвертого и финального дополнения зомби-режима Cold War. Вот примерно в таком же стиле будет выполнена карта Liberty Falls. То есть теперь, кто знает, тот вспомнит, кто не знает, тот может себе напомнить благодаря этому заданию. Ну и самое главное, мы поговорим по поводу Rampage Inducer, которым поделились ребята, сыгравшие в ранний доступ. Rampage Inducer возвращается из Call of Duty Black Ops Cold War. Это был специальный инструментарий, который позволял буквально скипать ранние раунды для тех людей, которым это дело не нравилось. Это был небольшой спецаппарат, взаимодействуя с которым наш главный герой мог ускорить и сделать более агрессивными зомби. То есть, таким образом, они быстрее на вас кидаются, вы быстрее их, соответственно, убиваете, и, как я и сказал, ранние раунды можно буквально пропустить. Это то, что я сам по себе также ненавижу, то есть копить поинты, открывать первые двери, возможно, покупать первые пару перков, и благодаря этой штуке можно будет все ускорить в несколько раз. В зомби-режим 6 Black Ops вернется такая штука по названию Salvage, или же в переводе на русский детали. Если помните, еще в Cold War у нас были специальные верстаки, на которых можно было крафтить различного рода снаряжения. Так вот, эти штуки целиком и полностью возвращаются в Black Ops 6. И это круто. Мне эта механика очень сильно нравилась. Также нравилась механика создания бронежилета, с тем, что проапгрейдив оружие в ПК-Панче, можно было его улучшить на несколько этапов. Ну и я очень рад, что эти штуки целиком и полностью перекочуют из предыдущей части этой серии. Также мы уже знаем информацию по поводу губльгамов, которые, кстати, также выдают The Vault Edition. Я напомню то, что это были специальные жвачки, которые выдавались в Call of Duty Black Ops 3. Они давали временный эффект, или же он распространялся до момента, пока главный герой не упадет. Сумасшедшая вещь, классная вещь. Очень рад, что они вспомнили о ней. Хотя, насколько я правильно помню, в Black Ops 4 губльгамы вроде еще использовались, а вот в Cold War уже на них потихонечку забили. Но, тем не менее, получать небольшие бонусы, это будет приятно. Особенно, если у вас будет много поинтов на поздних раундах, и вам нужна будет какая-то подушка безопасности для того, чтобы провыживать дальше. Ну и также у нас есть информация по поводу трех вундер-ваффель, которые вернутся, наконец-то, в Black Ops 6. Первое, это, конечно же, Ray Gun. Ну, небезызвестный лучемет. Представьте какой-нибудь геймплей вообще без лучемета. По-моему, это было бы крайне тупо. Второе, это Jet Gun из Call of Duty Black Ops 2. Если помните такую карту, она называлась Транзит. Для меня, к примеру, тот факт, что в Call of Duty Black Ops 6 вернется Jet Gun из BO2, новость действительно очень сильно приятная. Да, я понимаю, это было не самое лучшее оружие, еще больше людей не вспоминают о самой карте Транзита старого Black Ops, но, черт возьми, этот пылесос был крайне полезным. Главное, чтобы он не ломался, как было с оригиналом, когда его собираешь, и когда заряд целиком и полностью мог исчезнуть, но самое главное, это особенность с полетом, которая мне очень сильно нравилась. Благо, что Jet Gun добавят с первым выходом зомби-режима, то есть, если мы сможем им воспользоваться, буквально не проходя половину истер-эга, то это, конечно же, будет замечательно. Но и самое главное, это третье оружие, я о нем знаю очень мало, но, тем не менее, спасибо ютуберам за такую инфу. Это оружие под названием КТ-4, которое использовалось в Call of Duty Black Ops 3 на зомби-карте Зитсубу Ноушима. В принципе, как я и говорил, у меня не было никогда этого дополнения, и, к сожалению, в Зитсубу Ноушима я так и не сыграл в третьем блопсе. Но оружие достаточно полезное, судя по геймплею, ну и, понятное дело, любая вундер-пушка из зомби-режима, это, конечно же, великолепно, ее просто нужно будет собрать, поискать детали, и вы будете в шоколаде. Мне очень приятно то, что разработчики в кои-то веки обращают внимание на один из лучших, если не самый лучший зомби-режим, а именно Black Ops 3. Хотя, по большей части, они возвращают контент, который был в Cold War, но, тем не менее, приятно осознавать то, что многие вещи все также могут быть актуальны и для новых игроков спустя практически десятилетия. Ну и последнее, это стандартная информация. Ребятам разрешили упомянуть то, что возвращается рандомный ящик с оружием, и, в принципе, будет доступна эвакуация, о чем я говорил в самом начале ролика. Правда, они это запихнули в самый конец. Ну, типа, ладно, момент сценария. И, в принципе, на этом все. Остальная информация, которая касалась видеоролика зарубежного Ютуба, это, конечно же, всякие слухи и домыслы, но я их постарался скипнуть. И, в принципе, надеюсь, выдал вам всю информацию, которая на данный момент известна, благодаря зомби-режиму 6-го Black Ops. С вами был Спектр, надеюсь, вам понравился этот видеоролик, надеюсь, покушали вкусно, и самое главное, не забудьте поставить лайк и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить первыми прохождения Call of Duty Black Ops 6, когда состоится релиз. Я напомню, что она выйдет где-то в конце октября, но бета-тест начнется уже 28 августа. Не только для консольщиков-любителей Sony, а на всех платформах сразу, поскольку теперь Фил руководит студией Activision. Спасибо большое за внимание. Посмотрите другие ролики с разборами сейчас в конечных заставках. Как только появится еще больше новостей, конечно же, выйдет еще один блог. Хорошего вам дня. Спасибо за внимание. Удачи. Услышимся.